Они искренне преданы своему делу, а потому о состоянии своей профессиональной отрасли говорят открыто и вместе ищут пути решения проблем. Обсудить перспективы развития здравоохранения в Белгородской области сегодня на заседании круглого стола собрались специалисты медики со всего региона, представители департамента здравоохранения и депутаты областной думы. За ходом разговора наблюдала Александра Авдеева. Подробная диагностика сферы здравоохранения области непосредством высокотехнологичного оборудования с помощью открытого диалога. О последних достижениях медицины, перспективах на будущее и самых актуальных проблемах здравоохранения говорили больше трёх часов. За последние годы сделано многое. В акушерстве и гинекологии удалось снизить материнскую смертность, стало возможно искусственное оплодотворение. Этой процедурой уже воспользовались полторы тысячи белгородцев. Внедряется в практику фитальная хирургия, внутриутробная операция на плоде. В сфере травматологии тоже свои изменения. В последние годы значительно помолодела проблема артрозов. Всё чаще ими страдают те, кому до 30. Справиться с заболеванием поможет эндопротезирование. В Белгородской области эту процедуру уже прошли около двух тысяч человек. Операция дорогостоящая. Так же, как и эндоваскуляторная хирургия. Хирургия без ножа в сфере кардиологии. В нашей области она хорошо известна. В регионе работают три высокооснащённых первичных сосудистых отделения. И сосудистый центр на базе областной больницы. Мы можем всё. Мы можем диагностировать, мы можем лечить медикаментозно. Есть эндоваскуляторная терапия, есть первичная реабилитация, есть эндоваскуляторные технологии и есть хирургия. Которые обеспечивают полный цикл и летальность. 4,5 это российская. Мы имеем 2,6 на сегодня. На сегодняшний день, в 2013 году, на высокие технологии области выделены 203 миллиона, которые позволят обеспечить помощью 883 человека. Мы реализовали проект качества жизни и здоровья. Удалось побывать во всех областных больницах, городских и районных. Большая проделана работа и в капитальном ремонте, приобретении медицинского оборудования, внедрении новых медицинских стандартов, в электронном документообороте. Сейчас разрабатывается карта медицинская. Вопрос финансирования здравоохранения по-прежнему во главе угла. Хоть с каждым годом оно и растёт, строятся новые центры, завозится новое оборудование, но прогресс всегда на шаг впереди. Угнаться за ним крайне сложно. Прорехи в государственном медицинском обслуживании призвано восполнить сотрудничество с частными медицинскими клиниками. Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия платной и бесплатной медицины. В Белгородской области уже есть частные клиники, которые готовы сотрудничать со страховыми компаниями и принимать пациентов бесплатно. Затронули и проблему нехватки специалистов. В области её активно пытаются решить. Мы для того, чтобы получить адекватных абитуриентов, начинаем работать со школьниками. Мы сегодня заключили договоры со школами. Мы сегодня открываем биологи-химического профиля класса для того, чтобы лучшие школьники от нас не уезжали. Сегодня, буквально на последнем распределении, у нас договоры заключили чуть более 80% выпускников. Основная у нас сейчас задача – это доводить уровень зарплаты до нормальных параметров. Тогда у нас будут и выпускники, и средний медперсонал, и врачи будут приходить. После обучения не идти на рынок или в какую-то иную деятельность, да, и не будут уходить. То есть вот это основная задача. В регионе действует и программа «Земский доктор». Её участники, которые устроились работать в сельской местности, получают по миллиону рублей. Более 50 миллионов из средств областного бюджета только в этом году направят на реализацию программы, которую в будущем планируют расширить. Сама же программа развития здравоохранения области до 2020 года потребует 170 миллиардов рублей. Расходы эти согласованы с министерством. На федеральном уровне программу оценили как эффективную. Она отвечает целям и задачам развития отрасли. В числе приоритетов доступность медицинского обслуживания, повышение его качества на всех уровнях, начиная с первичного, улучшение демографической ситуации, а также профилактика заболеваний. Учтены все существующие сегодня проблемы. Если их посредством программы удастся решить, наша медицина выйдет на европейский уровень, и каждое вложенное в здравоохранение копейка обернётся реальной пользой. Александра Авдеева, Владислав Плужник, Новости мира Белогорья.